Удар и точное попадание по воротам. Только вот прицелиться в привычном понимании в данном случае невозможно. Незрячий футболист может ориентироваться только на слух. Поэтому в таком виде спорта используют специальный звенящий мяч, а все игроки выступают в очках. Игроки сборной России по мини-футболу настоящие профи. Для учеников школы номер 29 они провели тренировку, во время которой познакомили ребят с особенностями игры вслепую. Всегда интересно показывать людям, чем мы занимаемся, потому что так или иначе это и общение, передача какого-то опыта людям, которые мало знали или может быть вообще не знали про данный футбол. После разминки школьникам предложили надеть повязки на глаза и попробовать себя в искусстве ведения мяча на слух. Дело казалось не таким простым. Я очень был удивлен. Я думал, будет намного легче вести мяч в слепую, но оказалось намного труднее. Трудно было не только школьникам, но и профессиональным спортсменам. К тренировке присоединились игроки футбольного клуба «Химки» Александр Смирнов из основного состава и Даниил Матвеев из молодежки. Попробовал сам поиграть и это на самом деле очень тяжело. На тебя надевают маску, ну как очки получается, и ты ничего не видишь. Ты только чувствуешь мяч и то, то есть если ты его из виду потерял, все. Эта встреча – часть проекта FIFA «Футбол во имя надежды», который реализуют совместно с организацией «Перспектива» уже несколько лет. По всей стране проводят встречи детей с паралимпийцами и популяризируют спорт. Мы очень рады, что сборная России незрячих футболистов поддерживает наш проект, приходит в школы, развивает данный вид спорта, показывает свои возможности, а для ребят это очень важно. Ребята с удовольствием смотрят на паралимпийских спортсменов, занимаются спортом и знают, что все наши возможности безграничны. Завершили встречу футбольным турниром, правда в более привычном для школьников формате. Во главе каждой из команд встали игроки химок, поборовшись за владение мячом вместе с ребятами. В заключение мастер-класса спортсмены раздали автографы, памятные подарки и сфотографировали с юными химчанами.